Рядом с морем, в тени Кипарисов, Сосин и Пальм, находится новый спецприемник для незаконных мигрантов. Бывший пансионат Вардане в Лазаревском районе после нескольких лет запустения привели в порядок. 9 отремонтированных корпусов рассчитано на 270 человек, еще столько же при необходимости поселят в палаточном лагере. Его разбили здесь же, на территории бывшей здравницы. Глава региона, как и обещал на прошлой неделе, готовность объекта к приему нарушителей миграционного законодательства приехал проверить лично. Комфортно будет для наших мигрантов незаконно. Мы, как и обещали на Сорбезе, мы будем исполнять все пункты законов. Естественно, создав эту базу, перемещение, здесь временное содержание, потом билет в зубы или самолет, или другой транспорт и к себе на родину. Естественно, выдворение, что мы на 5-10 лет больше из права допуска в Россию, естественно, в Казарский край. Будем защищать всю Сочи и весь край. О том, что это режимный объект, напоминают лишь решетки на окнах, номерах, где будут жить нелегалы. И высокий забор вокруг всей территории спецприемника. Номера с удобствами, все необходимые коммуникации есть и в палаточном лагере. Условия Санфина соответствуют. Бытовые условия будут биотуалеты, плюс руководители. Мы, Александр Николаевич, если есть желтый палаточный штаб. Вентиляция. Спецприемники-мигранты будут находиться в среднем до двух недель до принятия судебного решения и последующей депортации. Столовые, больше похожие на уютный ресторан, смогут одновременно обедать 150 человек. При полной загрузке спецприемника кормить нелегалов будут в несколько смен. Меню уже составили. Мясо, рыба, овощи, кисломолочные продукты. Три раза завтраки, обеды и ужины. Вместе с сотрудниками миграционной службы, полицией, администрации Сочи и краевыми министрами Ткачев тут же обсуждает, как будут выявлять незаконных мигрантов в городе, где сегодня работает около 100 тысяч приезжих. Как из российских регионов, так и из стран ближнего зарубежья. Сколько среди них нелегалов, только предстоит выяснить. Кроме того, олимпийская стройка подходит к концу. У многих рабочих заканчиваются трудовые контракты, но далеко не все спешат вернуться домой. Убедился воочию, что условия достаточно хорошие, удовлетворительные. Все основные предметы быта, они имеются. Мы сделали первый шаг, мы сделали базу. Вторая часть нашей работы, как мы с вами и проговаривали, мы в ближайшее время начнем активно, создавая группы, поделив город Большой Сочи на кварталы, улицы. Совместное патрулирование полиция, казаки, миграционная служба, сотрудники ФСБ, сотрудники краевой администрации, которые будут непосредственно возглавлять эти рабочие группы. Для того, чтобы этими рейдерными бригадами мы будем уже проходить по улицам, зачищать, стучаться в каждую дверь, в каждое общественное учреждение, и не только где будем, выявлять незаконных мигрантов, которые нарушают российское занавес. И хочу еще раз обращаясь к вам, потребовать, что никому пощады в пуск не должно быть. Мы раз и навсегда должны навести прядок здесь в Сочи на всей территории Краснодарского края. Рабочие группы уже созданы. В их составе больше 300 казаков, участковые, сотрудники миграционной службы. Весь Большой Сочи поделят на квадраты. За два ближайших месяца проверить предстоит 100 тысяч объектов. Причем как общественные места, торговые точки, так и весь частный сектор Сочи. Выходцы из дальнего и ближнего зарубежья, которые находятся на территории Сочи нелегально, должны покинуть курорт к 1 ноября этого года. Встреча с жителями Вардане в рабочем графике губернатора была не запланирована. Но увидев Ткачево на улицах поселка, люди стали собираться, желая задать вопросы. Спрашивали про дороги, уличное освещение, ждут в курортном поселке и прихода газа. Труба высокого давления подвезена, теперь дело за строительством распределительных сетей. Все вопросы губернатор взял на контроль и дал поручение соответствующим краевым министерствам. А вот мусоросортировочный завод Александр Ткачев посетил по плану. Губернатору показали процесс приема и первичной сортировки твердых бытовых отходов. На линиях новейшее итальянское оборудование. Переработанный металл и пластик могут быть использованы вторично, а это 15-17% всего, что поступает на завод. Мощность завода 200 тысяч тонн в год. Это ключевое звено, которое позволяет на сегодняшний день обеспечить глубину переработки твердых бытовых отходов и достичь тех стандартов, которые заявлены городом Сочи, Краснодарским краем и страной в целом перед Международным Олимпийским комитетом. Сегодня здесь производится сортировка всего объема ТБО, который образуется в городе Сочи. После чего эти отходы упакуются, брикетируются, упаковываются и вывозятся на полигон. Строительство этого завода инвестор вложил около 700 миллионов рублей. Успешный опыт Олимпийской столицы в решении одной из самых важных проблем экологии – переработки и утилизации мусора. Обещают внедрить в других территориях края. В планах строительство еще 11 подобных заводов. Яна Москаленко, Кристина Амрук, Валерий Пятов, Эдуард Тараканов, Денис Москаленко, 9 канал Сочи.